В истории России было немало победных сражений и страшных войн, которые несли на нашу землю разрушение, гибель и страдания. Курская битва стала одной из решающих в ходе Великой Отечественной войны. 12 тысяч наших земляков воевали за Родину на огненной дуге. На сегодняшний день живы лишь 50. Молодое поколение помнит подвиги и отвагу советских бойцов, которые взамен за свои жизни дали современной России мирное небо над головой. Для меня, безусловно, важно это как память. Если бы для меня это было бы неважно, я бы, возможно, не стояла бы тут. И для меня это дорог каждый ветеран. Уважение отдать им, чтобы они ни в чем не нуждались, чтобы они последние дни провели с близкими и были счастливы. Чтобы они знали, что мы гордимся ими, что мы помним это все, что их подвиг будут помнить после того, как они уйдут из жизни. Пасмурная погода не испортила настрой всех тех, кто пришел на памятный митинг. Погибших в кровавой битве почтили минуты молчания, после чего глава города Александр Корзин обратился к присутствующим. Низкий поклон ветеранам за то, что они есть. Низкий поклон военно-патриотическим клубам за то, что они есть. Низкий поклон молодежи, которая традиции ветеранов чтит и продолжает. И я думаю, что в этот день все мы вспомним сегодня павших в этих боях. Все мы вспомним еще раз о великом чувстве и патриотизме, которое в сердце каждого тверетянина, в сердце каждого человека, который стоит сегодня здесь, у этого обелиска. В сражении в 43-м участвовали 2 миллиона человек и 6 тысяч танков. Противостояние длилось 50 дней. Алексей Тихомиров от имени городского совета ветеранов обратился к тем самым героям, которые 70 лет назад бесстрашно стали на пути фашистов. В битве под Курском принимало участие свыше 2,5 миллионов солдат и офицеров, 6 тысяч танков, 30 тысяч артиллерийских и минометных установок, около 5 тысяч самолетов и другой техники. Это была действительно грандиозная битва. После теплых слов памяти ветераны и все желающие смогли возложить цветы к подножию обелиска победы. 23 августа – день воинской славы. По всей стране вспоминают подвиг ветеранов и отдают...